От городской филармонии до Колизея, центральную часть города, ждут перемены. Нынешние виды архитекторы оценивают на троечку. Площадки не запущены, но существуют обособленно. Нет целостной картины, нужен свежий взгляд. Спуск от краеведческого музея сделают более удобным. На лестнице появятся павильоны с подсветкой. Для молодежи это отличная фотозона, для старшего поколения возможность перевести дух. Также три объекта культурного наполнения. Это городская гостиная, оранжерея и музей утраченных кремлей. И два павильона проката и один павильон туристско-информационного центра. Идеи для Ульяновска революционные, а потому во время презентации возникли вопросы. К примеру, не затмят ли модные веяния историю города. Архитекторы обнадежили. Акценты расставлены не только на современные тенденции, но и на традиции старого Симбирска. Это поможет нам запустить, перезапустить туризм на этой территории. А может нам, наоборот, сделать, чтобы она для горожан была приспособлена для разных мероприятий, которые есть по требности уже у жителей. Мы как бы вот идем с этой позиции. Параллельно идет работа над созданием нового микрорайона в Заволжье. Он обоснуется между парком Прибрежный и Петровым оврагом. Возводить дома будут по старинке из кирпича и плит перекрытия. Как отметили специалисты, это надежно, качественно и в итоге комфортно для будущих жителей. Плюс принято решение отойти от тенденции на так называемые муравейники. А наоборот, переходим к этажности 5-7, местами до 9 этажей, с небольшими домами, односекционными. То есть у нас получаются не дома, коробки длинные, протяженные. Нет, у нас коротенькие дома с воздухом между ними. Строить начнут уже весной 2023-го. По предварительным расчетам микрорайон будет готов к сдаче через 7-8 лет. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.